Вы помните реакцию учителей, когда задали вопрос про кундулюк? Да. Какая она была? Ну, она была такая, было много возмущения. Вы слышали, министр сказал, возмущение. Хочу очень четко провести линию. Кундулюк нужен. Такая форма нужна. Дистанционно, электронно, родители, чтобы смотрели. Но работа сегодняшнего его вызвала то, о чем сейчас сказал Асхат Ханаджи, возмущение педагогов. Высокоскоростного интернета, по их словам, нет. Все происходит, опять потом переходим вручную. Вот вы сейчас говорите, что сколько вы, 100 тысяч, да, закупите? Через Всемирный банк и 400 миллиардов мы просим по госпрограмме развития образования. 400 миллиардов? Да, на 5 лет. Опять закупим железо. Опять все поставим. Вот мы, когда с вами встречались, учителя же очень правильно сказали. Я вот хочу сказать, государственные мужи должны слушать, когда говорят. Они сказали, ну это нужно. Но можно же было вести по-умному. Подготовить, что называется, интернет-базу. Подготовить технические школы. Подготовить через пилотные проекты 1-2 региона. Увидеть ошибки. А потом пустить это все по всей стране. Асхат Ханатович, как вам это предложение, которое прозвучало на нашей с вами встрече от педагогов? Предложение правильное, Нуран Азербайлович. Мы сейчас и по скорости, и по тарифам, по каналам связи, то, что мы обсуждали, все эти меры будем принимать. Просьба, не повторяйте, пожалуйста, ошибки предшественника. Надо все вначале подготовить, потом уже запускать. Параллельно вам сейчас приходится, знаю, на ходу все это дело исправлять. Но нужно сделать. Еще один вопрос, вот по кундулику. Скажите, пожалуйста, это платная или бесплатная все-таки услуга для родителей? Нуран Азербайлович, в целом сама услуга, основная часть получения информации, она бесплатная. Но если необходимо получить информацию, в том числе мобильное приложение, получить аналитику, сравнение, рейтинги, то за это родители должны платить, согласно договору Министерства образования и науки с услугодателем. Депутат Перуашев просит слово, пожалуйста. Прошу прощения, Нуран Азербайлович. Спасибо. Бесплатное среднее образование в государственных учреждениях гарантировано Конституцией. Вы ввели у себя там платные услуги за допуск родителей, за получение информации о ходе успеваемости ученика. Образовательный процесс, он бесплатный, это гарантия конституционная. Пожалуйста, Азербайлович. Азербайлович, здесь сама информация об оценках, обратная связь, сами отметки, которые ежедневно получают дети, они бесплатные. Эта информация бесплатная. Но что касается аналитики, сравнения, рейтингов и рекомендаций, здесь это и мобильное приложение, оно платное. Депутат, первое, пожалуйста. Обязательно стационарно заходил, что ли? Ну, я с вами здесь катерические согласия, не только я, это обращение родителей, которые пишут к нам к депутатам, обращаются. Нет, об этом педагоги сказали, им приходится выслушивать от родителей, что в процентном соотношении, я сейчас не могу сказать, может быть, Асад Ханаджи, вы подскажете, в процентном соотношении сколько бесплатного и сколько платных информации через кундулю? Асад Ханаджи, в процентном соотношении сложно сказать, но основная часть, то есть ежедневные, какую оценку получил, это бесплатно. Но если родитель хочет получить сравнительно с другими детьми или аналитику, или прогноз, сколько он будет получать за четверть, это платно. Но здесь мы сейчас планируем, проводим переговоры, ну, вы знаете, несколько лет назад данный договор был заключен, мы сейчас проводим переговоры в письменном виде, услугодателю, в письменном виде я направил… Это частная компания? Да, это частная компания. Я направил в письменном виде требования частной компании для того, чтобы по доступу через мобильные приложения здесь расширили перечень оказываемых услуг. Потому что одно дело, когда он с телефона может провалиться посмотреть с сайта, другое дело, конечно, было бы гораздо удобнее самого мобильного приложения получать эту информацию. Поэтому в этой части мы эту работу проводим. Асхат Ханадыч, значит, я этот вопрос сейчас задал, потому что, когда мы с вами встречались, педагоги просили навести здесь порядок. Ибо им приходится, я не знаю, на родительских ли собраниях, при встречах ли с родителями, как они говорят, отвечать на неудобные вопросы, не зависящие от нас. И они абсолютно правы. От педагога разве зависит? На самом деле, раньше брали этот журнал, открывали родители, и он видел оценки своего ребенка рядом других, он видел, как он выглядит в целом в классе, его уровень знаний. Сейчас, по словам педагогов, все это родителям приходится оплачивать. Так или нету информацию? Асхат Ханадыч. Ну, Роман Зарвавич, дифференцировать надо. Если только оценку, вот он сегодня получил оценку 5 или 4, то эта оценка, коллеги, можем зайти в интернет посмотреть под логином, эта оценка бесплатная. Аналитика, мы согласны, она вся платная. Асхат Ханадыч, смотрите, еще раз говорю. Раньше берешь дневник, посмотрел оценки ученика и посмотрел, как он выглядит в общем в своем классе, да? Отстающий он, либо в лидерах. Сейчас эту информацию посмотреть, она платная? Сейчас вторая часть платная. Платная. Но надо же эти вопросы расшивать. Согласны? Согласен. Депутат Джамалов просит слово. Компания, о которой идет речь, разработчик компании, это российская компания, насколько мне известно, Дневник.ру называется. Она достаточно одиозная и в самой России. Все ее приложения платные для российских. И в России идет большое возмущение работой вот этих ее приложений. Какая компания? Дневник.ру называется, российская компания. И она является, для вас является основным поставщиком этих услуг. С ней вообще нельзя связываться или надо с ними жестко поговорить. У них все приложения платные. У них, что ни возьми, вот даже вашу оценку, оценка этой воспользуется, он обязательно на платные приложения его приведет. Так программа работает у них. Пожалуйста, Александр Владимирович. Мы действительно сейчас работаем по функционалу. По функционалу вопросы есть. Мы с депутатами согласны. Раз. Второе. По доступности. Два. То, что вы сказали, мы здесь отработаем. Теперь, что касается того, что это российская компания. Основа, платформа, действительно, она была российской. Но та компания, с которой несколько лет назад Министерство образования заключило договор, она является казахстанской. И в данном случае они прошли все необходимые процедуры согласно законодательства ГЧП. Поэтому сейчас мы проводим с ними работу как две стороны. И я направил им требования. Вот то, что касается функционала доступности и мобильных приложений. И дальше мы в этой части будем дорабатывать. Значит, это выбор, который был сделан. Сейчас там российская, казахстанская компания. Я думаю, в это министерство само разберется. Сейчас речь идет о самом принципе подхода. Еще раз говорю, это наши граждане, родители этих детей. Педагоги тоже наши граждане. Это наши избиратели. Они ставят вопрос, педагоги, что невозможно. Выслушиваем жалобы от родителей за работу, функционал этого формата, не зависящего от нас. Поэтому встретьтесь, пожалуйста, с этой компанией. Сведите их с педагогами, с родителями. Проведите такую встречу. Обсудите, какой спектр. Может быть, они смогут расширить бесплатный спектр для того, чтобы формат этот, для того, чтобы родители были удовлетворены. Но надо идти навстречу, осадка наша. Хорошо? Хорошо. Договорились, это очень важно. Не забудьте этот вопрос, потому что вы слышали, педагоги передали нам просто требования родителей. Не захочет эта компания? Экономика у них там вдруг не срастется. Ну, на рынке другие есть. Пригласите, с ними заключите договор. Ну, сегодня же дорогие совсем рыночные условия. Я не думаю, что они единственные на рынке. Но, пожалуйста, вот то, о чем мы говорили с педагогами, это их просьба была, не забудьте. Хорошо, Асад Ханач? Понял. Вот вопрос нормативной этой учебной нагрузки очень острый и наболевший. Педагоги говорят, что это один из главных вопросов. Низкая нагрузка – это что? Это мизерная учительская ставка. Высокая нагрузка – это что? Это сверхзагруженность педагога. Причем и наших учителей, и, соответственно, низкое качество преподавания. Понятно почему. Поэтому и Ельбаса, и глава государства поставили перед правительством прямую четкую задачу, Асад Ханач, сокращение нагрузки на учителей и учеников. Так? Так. У меня к вам прямой вопрос. Почему вы посмели правительству принести сюда вариант, в котором нет исполнения поручения ни Ельбаса, ни главы государства? Это очень печально, что правительственный вариант законопроекта не предусмотрел норму и не выполнил поручения руководству страны. Сейчас мы остановимся, как здесь нашли это решение. Это что за подходы у вас? Какую норму ни возьми – неисполнение прямого поручения главы государства Ельбаса. Ну что это такое? Сегодня в три часа мы с премьер-министром будем проводить комиссию по модернизации. Я там хочу, коллеги, от нашего имени выступить и сказать членам правительства. По 500-600 поправок, которые просто пустой закон, приходите сюда, за них садишься и работаем. То же самое Сенат делает. Асхат Ханач, вы министр, это ваша отрасль. Пожалуйста, почему этих норм не было? Прямое поручение Ельбасы и главы государства. Как здесь в парламенте сделали, это мы сейчас скажем, какой выход нашли. Пожалуйста. Я хочу, чтобы вы сейчас публично ответили. Почему не исполняется поручение? Нурлан Зарвилович, в данном случае первая, основная проблема была именно в том, что это была затратная норма, и данная норма рассматривалась тоже при согласовании с государственными органами. Изначально в концепции предполагалось, что будет снижена нагрузка. Мы об этом говорили в течение последних двух лет. Поэтому, конечно, реакция педагогов здесь понятна. И второе, подразумевалось, что будет снижена не только нормативная учебная нагрузка, но и снижение будет за счет снижения нерегламентированной нагрузки на педагогов. Это привлечение к несвойственным функциям, отчетности и так далее. Результаты международного исследования ТАЛИС, которое проводилось в этом году, результаты мы получили, показывают, что в нашей стране, как я сказал, 48, в ОСР 38, но аудиторная нагрузка в нашей стране 20, то есть сама учительская, когда как в ОСР 25. То есть вот эта разница между 20 и 48, это 28 дополнительной нагрузки, это как раз за счет ненормативной нагрузки. Но мы, Нурлан Зарулович, признаем, что действительно здесь недостатки имеются, и по тем предложениям, которые поступили, в настоящее время заключение принято. Я еще раз задаю вопрос. Почему вы не исполнили прямого поручения Ельбасы и главы государства? И в законопроект, который вы принесли в парламент, нету исполнения этого поручения? Вы ответьте, пожалуйста, почему? Причина в расходах. В расходах? Да. Цена вопроса? Цена вопроса 200 миллиардов тенге, это снижение нагрузки. Все, спасибо. Теперь я вам скажу, как вы работаете. Здесь заместитель министра финансов тоже находится, Савельева. Да, коллеги, действительно, цена вопроса 200 миллиардов. Значит, статистика такова. Значит, советский период, это у меня была справка, нагрузка была 32 часа, Российская Федерация была 37, в Казахстане 39. Поручение поэтому было решить задачу сокращения нагрузки, повторяю, на учителей и на учеников. Что делает министерство? Оно сокращает, предлагает сократить с 18 до 16 нагрузку, это недельная, да? Недельная. Недельная. С 18 до 16, ну, образно говоря, чтобы для всех было понятно, просто. Вот снимается два часа с предмета, там, биология. Эти два часа передаются на другой новый предмет. Нужно брать педагога, надо ему платить заработную плату. То есть для Ивановой, которая передает биологию, для нее сокращается, но появляется какой-то Петров, у которого педагога эта нагрузка новая. А для ученика Хасхарбаева ничего не меняется. Получается, вы не решаете задачу вторую, которую ставили, снижение для ученика, и, конечно же, вырастает цена вопроса. Так вот, если бы внимательно читали поручения руководству страны, вы поняли бы, что там стоит задача двуединная снять нагрузку с педагога и снять нагрузку с ученика. И вот когда шли бы вы решением двух задач, вы пришли бы к тому результату, к которому вы пришли, работая в стенах Мажелиса. Солай вас, Хабханадж? Солай. Солай. Потому что сейчас, коллеги, здесь депутаты поработали с вами и вам на это показали, на пальцах, что называется. Кто из заместителей министров у вас курировал этот вопрос здесь? Асылова. Кто? Асылова. Это заместитель, который занимается деньгами? Финансами. Вот отсюда все ваши вопросы. Вы сейчас говорили в своем докладе об остаточном принципе, когда поступают, извините, вузы. Все бегут в экономисты, юристы и так далее. Так вы сами подходите с этим. Вы кураторство отдали человеку, который занимается финансами. Этих нюансов не знает. Не ее вина, наверное, в этом. Понимаете? Двуединную задачу не решили, как сообщающие сосуды. Загрузили только одну сторону, сократить для педагога, а при этом другие набираются предметы. Для этого деньги нужны, но в то же время и не разгрузили ученика. А когда решается так, как ставит задачу руководство страны, двухединная задача, то тогда учебная нагрузка снижается как для учителя, так и для ученика. Поэтому для исправления этого положения депутаты предлагают снизить нормативную учебную нагрузку в неделю с 18 до 16 часов. А мы с вами слышали, педагоги просят для начальных классов сократить до 14 часов даже, недельную. Малыши приходят сейчас 6 лет, они говорят, голову поднять не могут. Это педагоги говорят. Мы с вами это знаем. Поэтому это очень важный момент. До второго чтения надо разобраться во всем этом досконально. Еще раз говорю, Асхат Ханадж, посоветуйтесь с профессионалами, почаще ходите к ним. Это касается любого закона, правительственного варианта. Надо до того, как мажорист пришел на площадках министерств встречаться с общественностью. Там изучать мнение по той или иной новелле, которую вы предлагаете. Поэтому, решая задачу по сокращению нагрузки на учителя, надо обязательно продумать о снижении недельной нагрузки на ученика. Это решит вопрос, тогда и Татьяна Михайловна, необходимости не будет, дополнительных средств, и будет решена эта двухединная задача. Нужно проработать этот вопрос, Асхат Ханадж. Согласны? Проработаем. Прорабатывайте, пожалуйста. Уважаемые коллеги, таким образом, мы в первом чтении сегодня одобрили законопроект о статусе педагога и сопутствующий к нему законопроект. Как вы знаете, это абсолютно новый закон о статусе казахстанских учителей, в котором будут заложены все правовые нормы, регулирующие профессию педагога. Поэтому все мы работали с этим законопроектом очень тщательно, скрупулезно, чтобы он в полной мере отвечал требованиям Ельбаса, Нурсултана Абища Назарбаева и президента Хасавжумар Ткемельча Тухаева о сокращении нагрузки на педагогических работников и учащихся, о стимулах для учителей и работников дошкольных организаций, освобождения от несвойственных функций. В ходе подготовки законопроекта депутаты неоднократно встречались с самими учителями, узнавали их мнение. В рабочую группу были включены ряд директоров школ, педагогов из разных уголков нашей страны. И надо сказать, что педагоги поддерживают основные параметры данного законопроекта. Не могу не сказать, что после встреч мы еще раз увидели, убедились, что педагоги поддерживают и министра нынешнего и приветствуют его открытость, его желание работать. Я передаю мнение и наших депутатов, которые в беседе со мной тоже просили это отметить. Это очень хорошо, Асхат Ханатович. Мы помним, с июня, по-моему, вы работаете и с первых дней активно включились в проработку этого закона с той ответственностью, которой и должна быть у министра. И поэтому я очень надеюсь, что и до второго чтения устранятся все те вопросы, которые есть пока. Конечно, как показалось сегодняшнее обсуждение, некоторые позиции законопроекта вызывают вопросы. И при рассмотрении законопроекта до второго чтения нам необходимо обратить внимание на ряд норм. На доработку, допустим, норм по защите статуса педагога нормы эти по защите чести и достоинства учителей должны быть практичными. Не просто декларативного. Они должны обеспечивать неотвратимость и справедливость наказания за посягательство на них. Надо решить ряд вопросов, которые просили педагоги, чтобы отражены были либо в законодательном, либо в подзаконных актов. Ну, к примеру, сегодня мы говорили о Кундулик, и это через педагогов передали родители, которые обращаются сегодня, и депутаты Перуашев, Султанов поднимали вопрос. Шинмян Девол, Конституция Мзн, по-моему, в 30-й статье написано бесплатное образование. Тегом Булу говорит, если в 29-й статье Конституции говорится, что там в медицине есть обязательный перечень госуслуг, а остальное платное, то по среднему образованию бесплатное. Сделайте этот формат. Я просто думаю, что вы встретитесь с этими компаниями, кто этим занимаются. Здесь не должно быть монополии такой, что вот не получишь и все. Еще раз повторяю, дневник брали, этот журнал брали, открывали и смотрели все. Как он сам персонально выглядит, тот или иной ученик, как он видит себя, ну и в конце концов мнение педагога. А насколько мы с вами слышали, что мнение педагога о том или ином ученике, как он усваивает предмет за дополнительную плату. Это тоже неправильно. В общем, надо вам там навести порядок. И таких вопросов, которые поднимали педагоги, вы весь перечень взяли, достаточно широкий. Для казахстанского педагога сегодня актуальна и учебная нагрузка, и вопрос повышения квалификации, и заработной платы, и миры социальной поддержки. Надо отметить, с 1 января 2020 года зарплата педагогов возрастет на 25% и в два раза в течение последующих четырех лет. Кроме того, законопроекта предусмотрена доплата в двухкратном размере за классное руководство и проверку тетради, увеличение периода отпуска и другие меры социальной поддержки. практика показывает вот в целом, что повышение заработной платы и улучшение условий труда привлекают больше высококвалифицированных кадров в эту профессию, в педагогическую деятельность. Но пока мы констатируем не совсем радужную картину. Я вот попросил, сейчас прям передали мне. Посмотрите, в 2017 году из всех выпускников, получивших Альтенбельга по стране, не набралось и 10 человек, кто пошел в педагоги. Это говорит о многом, Асад Ханадж. Поэтому нам нужно создать условия так, чтобы эта профессия была приоритетной. И условия были созданы. Но только экономических стимулов недостаточно. Повышение статуса педагога это целый комплекс мер, который включает все направления формирования положительного имиджа педагога. Надо согласиться с выступлением депутата Джума Дельдаева. Действительно, мы должны комплексно решать, если мы говорим о статусе педагога, о авторитете этой профессии. Это и экономические стимулы, это и юридические стимулы защиты, но это и имиджево нужно. Действительно, и фильмы снимать нужно о педагогах и материалы готовить, и не только накануне 8 марта о каком-то педагоге или когда его награждаем высокой наградой статью выпускаем. Надо ежедневно формировать имидж. Это не ностальгия по-прошлому, но откровенно, кто постарше учили в советской школе, помнят, сердце стучало, потому что ты его увидел не в стенах университета, и ты думаешь, что он такой же, как ты, может в трамвае ехать, в троллейбусе с тобой, потому что мы смотрели на педагога как на Бога. вот как нужно вернуть сегодня отношения учеников и учителей. И когда мы говорим о комплексном подходе, это, конечно, касается и наших семей, родителей. В семье надо формировать отношения к педагогу не меньше уважением, чем к отцу и матери. Вот тогда, наверное, этот комплекс и позволит решать те задачи. А решать все задачи, о которых мы сегодня говорили, должно не только правительство и парламент, должны или министерство образования, должны все государственные органы, да и общество в целом. И только таким образом тогда, я думаю, мы, используя весь комплекс мер, сможем на деле добиться высокого статуса наших педагогов. Чего я желаю всем нам в работе до второго чтения. Рахмет Освамаселебоинша Шахралган Азамат Тарга Саубонзар